Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Бога Духновенной Псалтири «Помяне Господи Царя Давида и всю кротость его». Сегодня будем читать 139-й Псалом. И в Православной Толковой Библии об этом Псалме говорится. Его содержание сходно с Псалмом 107 и 113. Заключения во всех трех Псалмах почти по букве одинаково. Изображение в Псалме врагов Давида коварными притеснителями, составляющими козни и злословящими сходно с теми чертами, которые мы уже неоднократно встречали в Псалмах из эпохи гонений Ави Солома. Почему и этот Псалом нужно считать писанным в данное время, когда еще Давид не убежал из Иерусалима, но видел все то, что предпредимали против него его враги. Псалом 139-й, небольшой Псалом, он имеет 14 стихов. Его надписание по септуагенте греческой в конец. Псалом Давида, такой же по-церковному славянски, а по-еврейски просто управителю Псалом от Давида, Ле Давид. И Псалом начинается словами, молитвенным восклицанием. «Удали меня, Господи, от человека лукавого, и от мужа неправедного избавь меня». Ну, в таком эскатологическом прочтении этого Псалма, человек лукавый — это Антихрист, он же муж неправедный, и мы должны молиться о том, чтобы Господь как бы отодвигал от нас времена Антихриста, избавляя нас от его прельщения и от его лукавства. Но в историческом контексте Псалом действительно может касаться того заговора, который Авесолом плел с некоторыми царедворцами против Давида. «Помыслили они неправду в сердце, всякий день готовились к брани». Ведь Авесолом постепенно подговаривал людей начать поддерживать его против собственного отца, то есть против Давида. «Изощряли язык свой, как у змеи, и от аспидов в устах их». То есть для того, чтобы свергнуть Давида, им надо было позорить Давида, бесчестить Давида. И как змеи, они изливали яд своих словес против Давида. В книге царств рассказывается о том, как Авесолом стоял рядом с дворцом и останавливал всех людей, которые шли по своим делам к Давиду. И он их обнимал, целовал, расспрашивал какой у них вопрос к царю, и при этом говорил, вот если бы я решал бы ваш вопрос, то я решил бы так бы и так бы. И всем казалось, что действительно это какой-то необычный человек. Авесолом он вкрался, как змея, в сердце еврейского народа. Ему поверили, как и Антихрист, он вкрадется в сердца всех людей, которые будут жить на планете, во дне воцарения Антихриста, кроме очень и очень немногих, которые сохранят верность Христу, Царю. «Сохрани меня, Господи, от руки грешника, от людей неправедных, от людей неправедных». По-славянски множественное число. «Человек неправедных». «Человек неправедных». «Избавь меня, которые задумали запнуть стопы мои». Запнуть стопы мои, то есть сбить меня с пути, запнуть стопы мои, подставить мне ногу. Давайте посмотрим, как это с еврейского. «Они острят свой язык, как змея, яд аспида у них под губами. Храни меня, Господи, от рук нечестивого, от мужа кривидного. Меня береги от тех, что замышляют подтолкнуть мои стопы к падению». Имеется в виду подтолкнуть к падению, то есть сбитие с дороги. А, кстати, об Антихристе так и говорится в пророчестве Иакова, в книге Бытия, что Антихрист опрокинет коня и всадника. Антихрист — это дан змей на дороге, который опрокинет все человечество, коня и всадника, напугав своим шипением. И пятый стих, и ниже. «Скрыли гордые сеть для меня». То есть гордые, которые гордятся передо мной не открыто, а превозносятся в своих собственных глазах. «Из верви устроили». То есть эту сеть по-гречески «протянули», по-славянски «препяша». Протянули. Из верви устроили, протянули эту сеть на дороге. Сеть для ног моих, то есть чтобы запнуть и опрокинуть. «На пути поставили мне западни». По-славянски «соблазны». И действительно дьявол на нашем пути все время какие-то соблазны нам подсовывает. В общем, совершенно неожиданные какие-то соблазны, четко понимая, что может нас прелестить в первую очередь. «Я сказал Господу, Ты Бог мой, услышь, Господи, голос моления моего», то есть чтобы мне не запнуться стопами своими, не попасть в эти расставленные сети, чтобы коня и всадника не опрокинул бы Антихрист, чтобы заговор Авесолома, Авсолома, он бы не состоялся. «Господи, Господи, сила, спасающая меня», то есть сила спасения моего. По Зигабену Ты сила, спасающая меня. Ты осенил, Ты осенил, то есть осенил и защитил от вражьих стрел. Это толкование Златоуста и Зигабена «Голову мою в день брани». Потому что действительно, когда стрелами обрабатывают вождя, то стараются целиться в голову, в лицо, то есть в открытую часть тела. «Не предай меня, Господи, грешнику, удалив от желания моего, они замыслили против меня, не оставь меня, да не превозмогут». Здесь просьба Давида и просьба церкви, чтобы даже во дне Антихриста Господь бы не оставил бы нас один на один с этим Антихристом, потому что у нас не хватит сил Ему противостоять, если Господь не поборется за нас против Него. Главный предмет, главный предмет, то есть самый важный предмет занятий и замыслов, по-славянски, глава, главный предмет совещания их, по-славянски, окружения, то есть о чем они говорят, собравшись вместе, главный предмет совещания их, обсуждаемый устами их, постигнет их. То есть все, что они злоумышляют против Давида, все, что в силу зла, мирового зла злоумышляют против Церкви, все это обвернется к ним старицей. Падут на них угли огненные, не зложишь их страданиями, то есть опрокинешь в страстях, по-славянски, не зложишь их страданиями, и они не устоят. По Афанасию Великому впадут в бедствия и не преодолеют их, и не устоят. Человек злоязычный, человек злоязычный, по-славянски язычен, по златоусту постоянно лающий, не лучше пса, постоянно лающий, то есть на ближнего, срамящий ближнего, не лучше пса. Человек злоязычный, то есть гавкающий на ближнего, не исправится. не исправит себя до смерти по Афанасию Великому на земле, а если он не исправится на земле в одни своей земной жизни, он уже нигде не исправится. Неправедного мужа зло уловит в погибель, то есть его собственное зло, оно же опрокинет его. Познал я, что Господь сотворил суд бедным, суд бедным, по-славянски множественное число, нищим, Господь всегда с вниманием относится к таковым, и воздаяние убогим, воздаяние убогим, по-славянски здесь месть убогим, но это можно понять как бы за убогих, посему праведные будут исповедовать имя Твое и правые вселяться пред лицем Твоим. То есть счастье для праведных молиться и в молитве призывать имя Господне открыто как акт исповедания перед другими и благодаря этим молитвам и милосердию Божию правые вселяться пред лицем Божиим вечной жизни и вечно будут словословить его начав это дело в одни своей земной жизни. Редактор субтитров Продолжение следует...